Всем привет, с вами Информ ТВ. Народная артистка СССР Зинаида Славина сыграла всего в 30 фильмах, но она всегда говорила, что главная ее любовь – это театр. Долгое время она была ведущей актрисой театра на Таганке, а в ее копилке более полторы тысячи сыгранных ролей. Владимир Высоцкий не раз выступал с ней на одной сцене и часто говорил, что она одна из лучших актрис. И мало кто знает, что шуточная песня Высоцкого «Диалог у телевизора» была посвящена именно ей. Несмотря на сильное желание играть на сцене, в Щукинское училище Зине удалось поступить только с третьего раза, но во время обучения она показала весь свой талант. Партнером по сцене Славиной в пьесе «Добрый человек из Сезуана» в театре на Таганке стал Высоцкий. По воспоминаниям актрисы, сначала репетиции у них не клеились. Владимир был зажат и никак не шел на контакт. Цитата. «Мы с Володей все-таки в конце концов сыгрались, и в конце каждого спектакля нам устраивали овации», – рассказывала Славина. Одним из хобби Славиной было вязание. Его она приносила даже в театр. И слова из песни Высоцкого «А у тебя, подруги Зин, все вяжут шапочки для Зим, от ихних скучных образин дуреешь, Зин». Как раз были записаны в шутку об этом увлечении Зинаиды, да и вообще эту песню он посвятил именно ей. Вскоре в больнице Зинаида познакомилась со своим будущим мужем Борисом. Мужчина был частично парализован, но это была любовь с первого взгляда. Позднее врачи все-таки поставили его на ноги. В театре все было отлично, Зинаида постоянно блистала на сценах. В кино она играла с 65 по 85. Когда ей было 25 лет, актрисе впервые предложили роль в фильме «Дорога к морю». Но с кино ей не очень везло, в основном она участвовала в эпизодах. В главной роли снялась в трех кинокартинах, о друзьях-товарищах, русские женщины, а также каждый вечер после работы. В 70 лет Зинаида закончила актерскую карьеру, а для театральных любителей это была огромная потеря. Женщина поселилась в деревне и лишь иногда приезжала на премьеры как зритель. По словам друзей и близких, Зинаида очень скучала по сцене, ведь театр – это было дело всей ее жизни. В сентябре 2019 года славиной не стало, а для широкой публики ее ход остался незамеченным, ведь она не так уж и много снималась в кино. Коллеги и друзья Зинаиды с теплотой вспоминают о ней. Если вам припомнились какие-то ее роли, оставьте комментарий. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!